Здравствуйте, мои дорогие! Я счастлив приветствовать вас в эфире еврейская еженедельная телевизионная программа Алиф. Сегодня у нас формат гость студии, и сегодня у нас специальный гость, очень интересный гость, раввин Давид Альтман, раввин женского педагогического института Бейтхана в Днепропетровске, преподаватель в Бейтхане. Кроме того, потомок, прямой потомок первосвященников Иерусалимского храма, имеющий статус Коэна, человек с огромными знаниями, учившийся во многих ешивах и колелях в Израиле. Иерусалимский, один из тех людей, которых сегодня в Днепропетровске считают одними самых талантливых лекторов и людей, которые могут рассказать об иудаизме и дешкайте. Добрый день, Рудовик, рад приветствовать вас в нашей программе. Я бы хотел побеседовать с вами на достаточно, может быть, неожиданную тему. Мы часто говорим о праздниках, о том, что надо делать, о том, как надо вести себя здесь, в земной жизни. Но ведь кроме земной жизни, есть еще жизнь за пределами материального мира. И об этом мы говорим как-то очень редко и вспоминаем только, когда происходят какие-то трагические события. А что действительно происходит с человеком, когда он умирает? Он в самом деле умирает или душа продолжает жить? Ответ, наверное, с одной стороны, однозначно, конечно, душа продолжает жить. Иудаизм однозначно рассматривает и верит в существование жизни после смерти. И с другой стороны, эта однозначность, она очень многоуровневая. То есть не просто жизнь после смерти, а там рассматриваются и описываются в нашей традиции множество всяческих миров, состояний. И достаточно подробно, достаточно подробно, что происходит с человеком после смерти. И Ганеден, и Гейном, это значит и ад, и рай. То есть есть воздаяние за хорошие поступки и возмездие за грехи в жизни? Однозначно, это, конечно, один из постулатов. Нет, причем очень важно отметить, что в письменной торе, в Хумыше, в пятикнижах абсолютно точно, Танахи буквально, может быть, в нескольких местах, но нигде более в письменной торе не говорится ничего о загробной жизни. И, естественно, то есть это все то, что мы знаем, все, что я вам говорю, да, потому что, естественно, у человека светского, образованного, далекого, может быть, у него первый вопрос, который возникает, а откуда вы это знаете? Вот вы нам сидите, рассказываете, да, откуда вы это знаете? Это вопрос легитимный, очень хороший. Первый ответ на это, это то, что мы это знаем от традиции, которая идет от Мушер Абейну, который получил тору на Синае и передавал ее из поколения в поколение. И второе, это от тех людей, от тех мудрецов, которые, значит, проникали и могли подняться до таких, дойти до тех духовных уровней и видеть действительно то, что происходит в духовных мирах. Ну, буквально вкратце, просто пример маленький я хочу сказать, да, вот, когда приходит к нам техник домой, ну, сломался у нас холодильник, и он говорит, посмотрел, покопался и говорит, ну, такая-такая там проблема, там, газа не хватает, там, или что-то там испортилось. Мы же не задаем ему вопрос, откуда вы это знаете, почему? Потому что мы доверяем специалисту, ну, и в этой области есть специалисты, ну, условно говоря, да, то есть это тоже люди, которые действительно поднимались, видели. Чувствовали духовные миры. Вот, но в письменной торе действительно об этом ничего нет, и это отдельный вопрос, который очень интересно действительно затронуть, и объясняется, и спрашивается, почему в письменной торе ничего не говорится об этом. Можете об этом сказать вкратце, или сразу перейдем к... Можно, можно вкратце сказать, вот, действительно, то, что мы, например, читаем в Шма-Исраиль, да, если вы будете себя хорошо вести, то будет у вас дожди, будут у вас, значит, земля даст плоды вовремя. Не будете себя хорошо вести, не будет дождей, пропадете с земли и так далее, да, то есть вроде бы приходит человек в синагогу, и ему говорят, если ты будешь соблюдать заповеди, у тебя будет хороший счет в банке. И он ожидает что-то совершенно другого, да, он ожидает что-то более духовное. Почему Тора говорит только о материальных вещах, почему он не упоминает действительно духовные миры, его издание... Есть несколько ответов на этот вопрос, ну, буквально вкратце. Во-первых, самый простой ответ на вопрос, потому что Тора говорила для всех людей, даже для самых простых. И не все люди могут понять это. А конкретные вот вещи, вот будет у тебя, будет соблюдать, получишь то-то и то-то, это вещь, которая доступна всем. Но это, конечно, не полнота ответа. Полнота ответа действительно, она в том, что проникновение, воздаяние за заповеди в материальный мир в чем-то намного выше, чем мир духовный. Потому что мир духовный, ну, это как бы само собой разумеющееся. Ты сделал духовный заповедь, ты получил духовный мир. А вот то, что воздаяние за заповеди может проникнуть и в материальный мир, дойти... То есть оно изменяет сверху до... До материальности, до материальности дойти... Это неожиданное... Да, в этом есть проявление божественности, которое доходит до материального мира, и это даже намного больше. Ну вот мы все знаем о том, что смерть, которая описывается многими религиями, как то, что, в общем, как бы скорее кажущееся, даже как освобождение души, смерть это воспринимается как трагедия. Нам больно, когда человек умирает, мы никогда не радуемся. И все боятся смерти, в том числе и люди, даже глубоко духовные верующие. А что происходит в момент, действительно, когда человек умирает, и отчего нам так больно, если мы знаем, что душа его будет удостойна награды? Насчет горя и радости, это действительно, ну, во-первых, конечно, вещь естественная, да, вещь естественная для окружающих, для близких, которые потеряли близкого человека. Вещь естественная, даже в духовном плане, в том смысле, что человек уже не может ничего изменить, и человек уже не может исправить, и все, он заканчивает как бы путь исправления, и начинается вот то, что мы говорили, воздаяние, или какое-то за хорошее, за плохое, и так далее. В этом есть определенная горечь. Но при этом надо помнить слова царя Шломо, царя Соломона, что день смерти – лучший день рождения. Почему? Потому что, когда человек закончил свой земной путь, это уже он может подводить итоги. А когда он начал свой земной путь, никто не знает, куда его приведет этот земной путь, и каким он будет. Насчет страха перед смертью, этот страх и существует, потому что, если неизведанный, это страх перед неизведанным. А бояться нужно, и действительно хорошо, и нужно бояться не самого факта смерти. Сам факт смерти – это переход из одного состояния в другое. Мы же не боимся состояния, когда мы были в утробе матери, или до того состояния, когда нас не было. У нас есть вечность позади, вечность впереди. Здесь на короткий промежуток, дай Бог каждому, 120 лет и дальше мы приходим. А вот то, что будет потом, вот именно суд и оценка человеческой жизни, вот этого действительно стоит бояться. Иудаизм очень хорошо относится к жизни. Иудаизм – жизнеутверждающая религия, потому что вы сейчас сказали, дай Бог 120 лет каждому. То есть мы рассматриваем то, что жизнь в этом материальном мире – это некий подарок от Всевышнего, это некое благословение от Всевышнего. Это что-то очень хорошее, и мы не хотим его никак сокращать, и желаем друг другу долгой жизни, а не легкой смерти. Конечно, потому что, как я сказал, именно в этом материальном мире есть возможность действительно что-то исправить и что-то сделать. И не просто что-то сделать. В мире или для себя, для своей души? И для себя, и для своего состояния, ну, говоря немножко пафосно, в вечности. И для окружающего мира. И самое главное, и ключевое слово, и самое страшное слово – это слово «предназначение». Почему я говорю самое страшное? Потому что самое требовательное к человеку – исполнить свое предназначение, то, для чего он, собственно, и был сюда послан, в этот мир. И это предназначение таким домокловым мечом висит над человеком все время, и его к себе требует. Что ты сделал, что ты успел сделать. И поэтому этот мир очень ценили. Этот мир очень ценен. И время, которое нам отпущено здесь, оно очень ценное, и ценное каждые его секунды. А что происходит с душой после того, как человек умирает? Как я сказал, описаны много, на самом деле, этапов. Ну, вкратце я скажу некоторые из них, потому что все подробно описать, это будет сложновато. И детализация, ну, главное, то, чтобы понимать. Ну, во-первых, есть буквально первые моменты. И это, как написано в книгах, опять, то, что я говорю, это из каббалистических книг, из хасидских книг. Это до того, как, до момента похорон. И это называется самый тяжелый момент и самый тяжелый суд для души, потому что, и самое тяжелое ощущение, потому что душа еще чувствует свою связь с телом. И не всегда человек понимает. То есть, правило такое, чем больше человек был привязан к материальности, тем труднее ему расстаться с этим миром. Чем больше человек готовился и был связан с духовностью, тем этот переход легче. Надо понимать, что до того, как мы говорим еще, ну, Ганеден и Гееном, ад и рай, это настолько конечные точки, что был один раввин, который желал своим ученикам, своим прихожанам, чтобы ты сразу попал в Гееном, чтобы ты сразу попал в ад. И когда у них, значит, естественно, было легкое недоумение на лице по поводу этого пожелания, мы говорим, что вы даже не понимаете, сколько этапов есть. Это конечный путь. Во-первых, надо понять, что очень важно, что в отличие от других традиций, у нас нет, во-первых, нет вечного наказания, естественно, и вообще нет понятия наказания. То есть оно рассматривается там как наказание, но очень важно понимать, что это не главный его смысл. Смысл в очищении. То, что человек получает, как и в этом мире, а, кстати, надо сказать, что то, что человек получает в этом мире, какие-то виды наказания, ну, любой вид неприятности, Талмудом рассматривается как какое-то очищение. И принцип этого всегда, он называется мера за меру. То есть все, что человек делает, он получает в ответ, как в материальном мире, то, что с него снялось здесь, так и потом, то, что не успело сняться, так и потом в мире духовном. И поэтому, я говорю, что тут нет понятия наказания вообще, понятия очищения. То есть, собственно говоря, возмездие, то есть возвращение, это не специально, чтобы помучить, это некое восстановление справедливости, так? Да, это восстановление справедливости, как в мире, так и, в первую очередь, для самого души. А то, что вы сказали, что нет вечного ни блаженства, ни наказания, ни мучений, что значит вечного? Нет, про вечное блаженство не говорил, я говорил про вечное наказание именно. Про вечного наказания нет, есть очищение. И более того, Талмуд говорит, что самые большие грешники в аду, в геноме, проводят не более 12 месяцев. Именно поэтому есть, ну, различные обычаи, наши обычаи обычные, что говорят, кадиш, 11 месяцев, для того, чтобы не считать наших родственников самыми большими грешниками. Месяц, месяц, да. Есть обычаи, как говорят, все 12 месяцев, есть разные обычаи в этом плане, но 12 месяцев для самых больших грешников. Ну, чтобы чаша весов у нас немножко уравновесилась, я скажу, что не надо и легкомысленно к этому относиться, потому что так же говорится, что и одна минута, проведенная в геноме, она хуже, чем 70 лет страданий в этой жизни. Потому что и время там течет по-другому. Но еще раз скажу, что до этого момента, до того, как человек доходит, это уже финальный этап очищения. И надо отдельно понять, что есть это наказание, в чем оно заключается. До этого есть так называемые, то, что говорит книга Зор, воображаемые миры. Что такое воображаемые миры? То, где человек жил, точнее, в тех представлениях, в тех ощущениях, в том представлении о мире, в которых человек жил, он продолжает в них жить и после того, как душа выходит из тела. То есть он гонится за мнимыми удовольствиями, почетом, ну и так далее. То, за чем он... То есть то, что было для него важно в этой жизни, то есть то, во что он на самом деле верил в этой жизни, это будет ему и наказанием, и воздаянием в будущем? Это даже не наказание, это, пока он дойдет до наказания, что... Давайте сразу скажем, что такое наказание. Наказание в геноме, ну, мы все взрослые люди и прошли этапы, когда мы думали о кипящих смоле, сковородках и так далее. Огонь ада – это огонь стыда, огонь осознания, самое тяжелое, что может быть для человека, для умного и совестливого человека и в этом мире, а тем более там, это угрызение совести. Это когда человек смотрит, просматривает всю свою жизнь, а увеличить это в тысячи, может быть, в десятки тысяч раз, когда человек просматривает всю свою жизнь и понимает и видит с чистотой, незамутненной материальностью этого мира, все, что он сделал не так. И вот это, когда это жжет, поверьте, что это жжет похуже всех сковородок. Но дойти до этого осознания, это же тоже нужно пойти. И душа, пока она дойдет до этого осознания, она должна пройти этапы. Я читал у одного из комментаторов, вот такой комментатор Орахаем, что великий мудрец, праведник, ну, праведники общались с душами, как мы уже сказали, специалисты по духовным мирам. И он пишет, что у него просила текун, текун – это исправление. Душа – это был первый человек, который кинул камень в пророка Захарию. Орахаем жил во время Большим Толу, примерно 300 лет назад. Пророк Захария был убит перед разрушением первого храма. Около двух тысяч лет прошло между этими событиями. Та душа просила у него исправления. Две тысячи лет, которая могла носиться по свету, которая могла входить, как тоже написано в наших святых книгах, каких-то животных, даже в растения, выходить. Но заходить – это все еще до того, как можно дойти до сознания. К сожалению, не так много у нас времени. Может ли что-то сделать? Мы знаем, что читают Кадиш за тех, кто ушел из жизни. Потом читают молитвы на Йом-Кипур, на Йорце. Можем ли мы что-то сделать для тех, кто ушел из мира? Как-то облегчить им, помочь им? Или то, что с ними происходит от нас, в общем, мы на это не повлияем? Именно это один из главных принципов, что живые могут помочь мертвым. И каким образом? Самое простое – это то, что, поскольку, ну, скажем, родители, они оставили после себя детей, которые соблюдают Тору и Заповеди. То есть это как их продолжение, это засчитывается им заслугой. И чем больше эти дети делают, чем лучше, чем праведнее они себя ведут, тем эта заслуга идет. И родителям, потому что они будут родители, и они бы не появились на свет. Особую роль, как вы сказали, в этом плане имеет Кадиш. Кадиш – это великая молитва. Мы говорим ее на арамейском языке, для того, чтобы ангелы, которые не понимают арамейского, не позавидовали бы нам и из зависти не сделали что-то плохого. Настолько велика эта молитва. Это молитва о возвеличении имени Всевышнего. И когда мы здесь говорим Кадиш, когда дети говорят Кадиш, Особенно фразу «Амейне ешмей раба» «Да будет возвеличено имя его во веки веков». И написано в святых книгах, что человек, который это отвечает, и он должен иметь в виду, что души, которые находятся в гееноме или во всяких потерянных мирах, как мы говорили, они вышли и нашли свое прибежище, то это очень сильно помогает душе. Ну и, естественно, кроме этого, те молитвы, которые вы упомянули, и дздака, которые мы даем, изучение Мишны. Написано, что Мишна — это те же буквы, что и Нешама, душа. Изучение Мишны. Свеча, зажигание свечей. Почему? Потому что сказано Нерашем Нешматадам. Душа Бога — это... Свеча Бога — это душа человека. И зажигание свечей — это тоже в память об умершем. Это все может помочь и продвигает... Не только сократить, скажем, срок пребывания в геноме, но и продвигать душу по духовным мирам. Потому что, например, написано, что каждый рожа шана происходит суд не только для живых, но и для мертвых. Что значит суд для мертвых? Один раз уже судили, хватит. Нет. Пройдут ли они на новый уровень постижения? Дойдут. И на новом уровне требуется... То есть, как есть уровни туда-вниз, так есть и уровни наверх. И мы можем помогать не только подняться и избежать неприятностей, но и, скажем так, увеличение духовного уровня. Совершенно верно. Я помню, как я как-то спросил у своего раввина, был Йорцет, Демирти Мушарабену, седьмой Адар. И мы зажигали свечи. Я подошел к самому раввину и сказал, Рав, скажите, пожалуйста, Мушарабен уже при жизни был выше всех. С тех пор прошло три тысячи лет. Я думаю, что моя свеча может сделать? Ну, как нужен я ему. И он посмотрел на меня и сказал, отсюда ты можешь учить, что нет конца, нет предела возвышению души. Нет предела, бесконечность. А могут ли что-то те души, которые ушли, которые сейчас пребывают за пределами материального мира, что-то сделать для нас? Если не только, что мы можем им что-то, но и у нас есть с ними какой-то фидбэк, обратная связь. Это тоже правильно, то, что мы приходим и молимся, например, на могилах праведников. И то, что мы, наши родственники, сейчас я объясню как. Человек, его родственники, они имеют с ним непосредственную связь. Что они могут сделать? Они могут, единственное, что сделать, это просить и молиться перед Всевышним. А праведник, поскольку суть праведника, это общая душа всего Израиля, как написано в хасидских книжках. Ну вот, например, да, рэбэ, общая душа всего Израиля. Рожб на Исраиль. Рожб на Исраиль. Да, особенно для своих хасидов, для тех, кто был к нему близок, но так же и для всех. Поэтому он может просить перед Всевышним. Не только за родственников, но и за... Но и за более широкий круг, да. И мы очень много видим этому подтверждения в различных Медражах. Мы видим Медраж, когда, например, ну просто приведу пример, когда евреи шли в изгнание в Вавилон. Медраж описывает, как Авраам в разодранных одеждах приходил перед троном Всевышнего. И Цхак, и Аков. Ну, в том случае сказано, что Всевышний не хотел услышать их молитвы и услышал только молитву Рахель. Но, тем не менее, отсюда мы видим явно, что действительно молитва мертвых... Ну, в общем, они могут попытаться. Они могут попытаться, они могут повлиять действительно на... и на живых. А вот душа, которая ушла из этого мира, она ушла навсегда? Потому что есть в различных мистических практиках различные взгляды на это. Одно, что душа один раз жила, а теперь ее больше никогда не будет. Есть понятие о круговороте, о том, что каждый раз ты возвращаешься. Как иудаизм к этому относится? Понятие в Каббале, понятие реинкарнации есть, возвращение души, и не просто есть, а очень широко рассматривается. И многие каббалисты, ну, в первую очередь, Арии, Рома Мепана, Рапшентен из Астрополии, многие другие, они не просто говорили об этом, они говорили конкретно, кто из известных людей являлся реинкарнацией кого. Ну, поскольку все эти вещи далеки, мистические, немножко они далеки от простых людей, мы можем, не можем сказать, не могу вам сказать… Но реинкарнация – это хорошо или это наказание? Как мы уже определили, понятие наказание – это вообще. Иногда это бывает исправление для души, которая не закончила. Ари говорит, например, что в основном душа приходит в теле человека, если мы говорим о реинкарнации в теле человека, до трех раз. Кроме того, часто в книгах употребляется, что, поскольку каждая душа должна исполнить 613 заповедей, а в одном теле невозможно исполнить 613 заповедей, потому что, например, из заповедей коинов, из заповедей левитов и так далее, то неизбежно будет процесс реинкарнации. Реинкарнация может быть не только в теле человека, это если уже человек, и там это уже действительно наказание. И, например, книга Ари про Гильгульный Шамот, про реинкарнацию, он достаточно подробно описывает, за какие прегрешения, какие виды реинкарнации могут быть в теле животного, в теле камня, как пел Владимир Семенович, и будешь балбавным тысячу лет, пока помырешь. Сказано, что у горы Синай, вот совсем скоро будет праздник Шавот, мы идем между Песахом и Шавотом, возле горы Синай стояло 600 тысяч евреев. И мы говорим о том, что в каждом из нас есть часть души тех евреев, которые стояли у горы Синай. Но нас сейчас почти 18 миллионов. Это означает, что душа может разделиться, она может... у нее есть какое-то... это не единое целое, это не как элементарные частицы? Душа может дробиться, дробиться в том плане, ну, приводится пример со свечкой. Если я зажигаю от одной свечи другое, от первой не убывает. Тем не менее, есть понятие, те 600 тысяч, которые там стояли, это корни душ. Когда мы говорим корень, это значит, что чем выше душа, тем она больше может вместить в себя, ну, скажем так, противоположностей. Чем ниже душа, тем она, ну, мельче, если так можно сказать, тем из этих противоположностей она выберет одну и пойдет на более какой-то... выберет один путь. И так далее, и так далее. Вот это дробление, оно может происходить достаточно много. Хотелось бы закончиться на более-менее оптимистической ноте о том, что все-таки воскрешение будет, и все те, кто ушли из этого мира, они вернутся в него. Насчет воскрешения, это действительно в хасидизме говорится о том, что, хотя есть споры среди комментаторов решений, более древних комментаторов, является ли воскрешение основной целью или будущий мир основной целью, в хасидизме установлено и решено, что то, то, все, о чем мы с вами говорили, вот этот вот мир душ, духовный мир, это, ну, назовем это условно зал ожидания. А истинная награда и наказание, награда, будем говорить о награде, они именно в этом, в материальном мире. И это будет после воскрешения из мертвых. Это будет здесь, в материальном мире, после уже всех, после уже как закончатся все суды, вот и так далее. И если есть немножко времени, есть очень интересное понятие, то, что называется страшный суд, то, чего даже боялись праведники. И это действительно, что такое страшный суд? Дело в том, что если человек делает что-то в нашем мире, плохое или хорошее, есть само действие, а есть его последствия. Ну, вот, скажем, человек в синагоге повел себя неподобающим образом. Некрасиво так себя вести, само по себе нарушение, и он за это, как мы сказали, будет тоже должен пройти какое-то очищение. Но, скажем, что его из женского зала увидела какая-то женщина, сказала, ах, так они себя ведут, ну, ушла, хлопнула дверью, сын ее не пошел в еврейскую школу, и так далее, и так далее. То есть, пошли круги по воде. За что же человека будут судить? За само действие? Или за последствия? Или за все последствия. Там его судят за само действие. А вот то, что мы говорим, страшный суд, это будет уже конец всей истории, потому что каждое событие, каждое действие рождает целую цепочку. И тогда уже причина следственная связь закончится, и можно будет подвести итоги? И тогда будут подводить итоги, и иногда мы не знаем, иногда хорошее действие, если оно было сделано не совсем чистыми намерениями, может родить плохие последствия. Но, заканчивая на оптимистической ноте, иногда плохое действие может родить хорошее. Я благодарю Равина Давида Альтмана, Равина Института Бетхана, преподавателя Бетханы, и надеюсь, что все мы с вами совсем скоро с приходом праведного Машеха и подлинным освобождением увидим, что закончатся все страдания и будет большая-большая радость, чтобы вы все были здоровы и всем вам до 120 лет, и чтобы все ваши дети пришли на Тора, Лехопали, Насим, Тавим. Увидимся снова через неделю на вашем любимом канале Приватного Днепра. Мир вам шалом. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok